СПОРТСМЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ ВОРКАУТА ЛИБЕРТИ ВОРКАУТ Спортсмены Федерации Воркаута Либерти Воркаут проводят тренировки для всех желающих на спортивных площадках стадиона Икар и в детском парке на улице Сосина. Проект Либерти Воркаут начался с друзей-единомышленников, которые болели уличным спортом и регулярно собирались на тренировки на турниках. Потом пришла идея создать в городе сообщество воркаута, чтобы объединить всех любителей спортсменов. В октябре прошлого года инициативная группа официально зарегистрировала себя как Федерация Воркаута Либерти Воркаут. Суть нашей Федерации заключается в том, чтобы продвинуть воркаут и калистенику. По сути, одно и то же, но с небольшими нюансами. В массы показать людям, насколько это зрелищный вид спорта. По этому виду спорта устраивается масса соревнований. Атлеты уже побывали на соревнованиях по воркауту в Кулебаках. Показали себя на городском мероприятии «Атомный воркаут» и даже провели собственные соревнования «Дворовая физика». Сейчас ребята проводят уличные тренировки на турниках для всех желающих. Специального оборудования не нужно. Все упражнения выполняются собственным весом. Даже если вы не знакомы с воркаутом, опытные спортсмены помогут вам освоить базовые элементы. Мы всегда рады новичкам. Мы поможем в тренировке базы, то есть в подготовке к более сложным элементам. Это просто общая физическая подготовка. На наших тренировках мы развиваем силу, выносливость и стараемся научить, выучить новые элементы для связок. Если вы думаете, что упражнения на турниках и брусьях не для девушек, то ошибаетесь. Участники «Либерти воркаут» готовы подобрать комплекс упражнений и для представителей с прекрасного пола, направленной на жиросжигание и тонус тела. Совместные тренировки – отличная мотивация. Среди единомышленников и опытных наставников можно получить поддержку и ценные советы. «Либерти воркаут» для меня стал три года назад реально как образ жизни. Я приехал из Томска и там очень много студентов в этом виде развивается. И всегда тренить с ними было как особая мотивация, когда ты смотришь, что кто-то умеет что-то лучше тебя, и у тебя начинает получаться лучше, ты стремишься. Так вот набрался опыта с ними, приехал сюда. Тут многие берут с меня примеры. «Либерти воркаут» проводит тренировки на спортивной площадке для воркаута на стадионе «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Занятия будут проходить во вторник и четверг в 18 часов, в воскресенье в 15 часов, до тех пор, пока держится теплая погода. Из-за дождей тренировки могут отменить. Всю актуальную информацию смотрите в группе «Либерти воркаут» ВКонтакте. Выставка техники и вооружения, военизированные эстафеты, соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, а также сдача норматива в ГТО. День России отметили большим спортивным праздником на стадионе «Икар». Свои навыки гостям праздника продемонстрировало подразделение Саровского спецназа. Выступление открыло ежегодную военизированную эстафету, посвященную Дню России. Каждый год на стадионе «Икар» собираются военно-патриотические клубы, чтобы проверить свои силы в командных состязаниях. Сегодня мы будем участвовать в эстафете, будем показывать свои навыки, софт-хард-скиллы. Собственно, здесь наша команда, которая покажет, на что способна. Чем полезны данные мероприятия? Ну, в первую очередь, оно полезно, что позволяет не только проверить себя, но еще и понять, что нужно улучшить в себе, как в человеке в целом. Выяснить слабые стороны, соответственно, в дальнейшем над ними работать. Сборка-разборка автомата, оказание первой медицинской помощи, переправа викторина по истории перетягивания каната. Десяти командам предстоит пройти восемь станций. Одна из самых зрелищных – пожарная. Как можно быстрее ребятам нужно экипироваться, сбить мяч струей воды, спасти человека, потушить огонь и добраться до финиша. Прошли мы немного, самое скучное, впереди все самое интересное, веселое. Сейчас будем сшибать из водяного пистолета на максималках мячик и еще кучу всего. Как тебе праздник? Очень нравится, у нас я уже третий год участвую. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться. Наша команда самая сильная, мы всех порвем. Для горожан подготовили выставку техники и вооружения. За одним столом рассказывали о современном холодном огнестрельном оружии. А экспонаты соседнего переносили в прошлое. Ими сражались богатыри на Руси. На выставке техники представили бронированную разведывательно-дозорную машину автомобиля «Урал-ОАЗ». Памятное фото можно было сделать внутри машины, к примеру, выглянув из люка. На многих маленьких гостей Икара военная техника произвела сильное впечатление. Нам понравилось около БТР. В БТР вот эта вот пушка. Мне понравилось, что там все такие приборы классные. А еще нам в машине понравилось, что там есть классный мотор, да, Толь? Я фоткалась, мне очень нравилось слазь по машинам. Я видела крутое шоу-спитназа. Это было так все необычно, круто. Я же была в некоторых моментах страшна за ним. Продолжили праздник на Икаре спортивными состязаниями. Праздничную программу на День города открыли детским велопарадом «Ветер в колесах». Юные велосипедисты проехали по парку на Сосино и получили подарки. С самого утра в детском парке на улице Сосино собрались юные велосипедисты и их родители, чтобы начать день активно и с пользой. Каждому, кто пришел на велопробег «Ветер в колесах», раздали воздушные шарики, из которых получился российский триколор. А чтобы взбодриться и разогреть тело, ведущие мероприятия провели для ребят утреннюю зарядку. В этом году традиционный детский велопробег сменил локацию. Мы стартовали всегда на площади имени Ленина, на проспекте Музрукова был велопробег. И с этого года мы решили детский велопробег переместить в детский парк, чтобы дети были в детском парке, но на велосипедах. Порядка 150 участников проехали по дорожкам парка Сосино. В праздники участвовали и совсем маленькие велосипедисты. Мама и папа поддерживали своих детей, снимали на телефон, а некоторые родители помогали ребятам уверенно держаться на двухколесном транспорте. После велопробега юных гостей парка ждала развлекательная программа из настольных игр на любой вкус. Мне очень понравилось кататься. Я сначала думала, что не смогла, а потом мне помог папа, и я покаталась хорошо. Мне очень понравилось. А тебе? Мне. А вот я катался, и я думал, что у меня не получится, но папа мне поддержал, и мне очень-очень понравилось. Почему вы вообще пришли сегодня кататься на велосипедах утром? Чтобы размяться. А ты? Чтобы кататься. А почему нравится кататься на велосипедах? Спасибо за праздник, нам подарили вкусняшки и шоколадки. Мы катаемся. Чего еще играли? В шашки. А ты что делала? Она тоже в шашки играла. На финише все дети получили сладкие подарки. Социальный проект «Добрыни» направлен на продвижение спорта среди молодежи и взрослых. Создатель и руководитель проекта Александр Логинов организует семинары и занятия по физической подготовке и самообороне. Александр Логинов с детства был активным ребенком и перепробовал разные виды спорта. Легкая атлетика, настольный теннис, плавание, футбол, автоспорт. Подростком он перешел в секцию борьбы к Виталию Карловичу Михайлову. Спортсмен выступал на соревнованиях различного уровня по рукопашному бою и панкратиону. Теперь Александр – тренер и профессиональный боец по смешанным единоборствам. По сей день продолжаю обучаться как тренер по физподготовке. На данный момент я им являюсь. То есть занимаюсь спортсменами вне спортивной специализации по теме физической подготовки. По фитнес-теме также работаю с людьми. То есть по набору мышечной массы, по снижению жировой массы, таким стандартным желанием людей, так скажем. Когда Александр Логинов узнал о новых методиках, которые могут помочь развить физические качества бойцов с помощью кроссфита, то решил опробовать их на спортсменах школы ИКАР. Александр изготовил необходимый инвентарь и запустил серию тренировок для всех желающих. Так появился социальный проект Добрыня, идея которого заключается в гармоничном развитии личности на трех уровнях – физическом, интеллектуальном и духовном. Александр участвовал в городских праздниках, устраивал силовые шоу, организовывал турниры по силе удара и кроссфиту. Это продвижение здорового образа жизни, популяризация массового спорта и туризма. И очень важным, я считаю, направлением – это как раз тема духовная и свою историческую значимость, где люди могут немного освежить такое национальное самосознание. Неоднократно проект выезжал в школы, техникум, ВОЗ и учреждения дополнительного образования. С подрастающим поколением Александр разговаривает о здоровом образе жизни, преданных привычках, силе характера. Череда встреч состоялась на тему самообороны. Несколько важных приемов и ударов по обезвреживанию агрессора боец показывает на практике. На каждой встрече Александр мотивирует молодых ребят выбирать трезвый и осознанный путь, быть активными и спортивными. Задача проекта – это как раз формирование условий и территорий различных для здорового образа жизни. Потому что именно спорт, он очень во многом тянет человека наверх. Когда в нем заложено понимание просто здорового образа жизни, он во многом ему помогает, способствует. Поэтому основной упор – это аудитория подростковая. Подробнее о спорте, жизни и социальном проекте Александра Логинова мы расскажем в передаче «Лица Сарова».